Хотите что-то понять, просто разберитесь эмоциями. Поэтому есть один из разновидностей праны, удана называется. Она связана с деятельностью мозгового кровообращения, есть у нас щитовидные железы, она отвечает у нас за эспрессию. Благодаря ей мы говорим и так далее. Энтузиазм возникает, мотивация с действием уданы. И когда поток уданы, каким-то образом у него есть аномалии, удерживание его, не физическое, а психическое, когда у человека подавляют его экспрессию, либо, наоборот, он удерживает, либо он сильно расходует себя в этом смысле, то у него возникают возможные заболевания щитовидного вируса. Так, если на пальцах объяснить. Поэтому все начинается с детства. Эта проблема никогда не возникает уже в школе, в старших классах, когда экзамены начались. Человек, который придерживался такой модели поведения, которая заставила его воспринимать так сложные экзамены, как конец света, она не началась во время экзаменов. Она не возникла просто только на экзаменах. Эта модель развивается, она конструируется, эта модель, с детства. Потом уже, когда чем сложнее задачи жизненные сталкиваются, то есть по мере взросления задачи, ответственность больше. И, соответственно, реакции, если они не нормальные, они тоже будут более обширные. Экзамен, потом еще поступление, это еще большая задача. Это значит, это еще большая задача. Так что закладывается на тесто. Когда врачи говорят, что это от нехватки йода, это ронда, да? Они правы. В смысле, когда... Вопрос, а почему йод, который мы едим в продуктах, его везде достаточно? И в соли, и во всем есть. Много где есть йод. Почему же его нехватка? Потому что вопрос, что он не усваивается. Вопрос, почему не усваивается йод? Вопрос, почему не усваивается йод? Нервный стабиль. Да он неправильно. Например, когда человек невротик, а второй, когда у него кишечник грязный, он у него не усваивается. Вторая самая причина, почему не усваивается кальций, сын, магний. Чувствия, судороги начинаются. Пейте магний, он попил. Судороги нету. Перестал, судороги есть. У меня были пациенты, там был такой модный метод раньше, сейчас уже его признали не... Это гидроколоннотерапия. Когда кишечник вставляют катетер сюда и катетер через анус, и полностью огромным количеством воды, специального раствора, промывают весь ЖКТ от рта до ануса многократно, просто весь вымывают вместе с микрофлорой, со всем, что есть. И после этого, просто к тому, что не надо что-то делать, но когда эти пациентки, женщины, они это сделали, у них там некоторым было 50-60 лет, пожили большую жизнь, ели, пили, как могли, жили. Они говорят просто... Они говорят просто... Они думали, что вот это и есть святость. Просто мы летали. Это было чувство целую неделю глубочайшей эйфории, ни с чем не сравнимого счастья, радости. Все усваивалось. Все усваивается, те вещества, сколько ты съел, все усваиваются, все всасывается прекрасно. Никаких мигрений. Забыли обо всем. Счастье, молодость. Как будто пять лет устроили. Представьте, ты просто у человека кишечник чистый, что он испытывает. Ты просто чистый кишечник. То есть нет никакого самадхи, никакого усиленного выделения гормона. Никаких глубоких застояний транса нет. Понимаете, никаких катарсисов. Просто чистый кишечник. Потом плеча. И снова. И последнее, здоровье костной ткани невозможно, если человек ведет малоактивный образ жизни. То есть мы просто едим все это, пьем это все, массируемся, а потом ничего не делаем. Потому что нам нужна циркуляция крови в костях хорошая. Понимаете, да? Для этого нужно что? Поехали. 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 Поехали.